7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества российский ученый Александр Попов показал созданный им первый в мире радиоприемник и провел сеанс радиосвязи. Благодаря трудам ученого сегодня работники всех отраслей связи отмечают профессиональный праздник. Технологии шагнули вперед и теперь без сотовой связи, интернета, телевидения и радио уже не обойтись. Уважаемые коллеги, поздравляем с Днем Радио профессиональным праздником работников всех отраслей связи. Наша служба находится в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом для достижения главной цели обеспечения качественными услугами связи граждан нашей страны. В этот день хочется пожелать всем успехов в профессиональной деятельности, благополучия, энергии и осуществлении всех намеченных планов. Радио по сей день остается наиболее используемым средством информации. В составе медиахолдинга «Бизнес Кейс» две успешные радиостанции «Лемма» и «Ви-Би-Си», ведущие прямых эфиров каждый день на одной волне со своими слушателями. Оставайтесь с нами, 102,7 FM стерео, радио «Лемма». Утром, днем и вечером на волнах 102,7 и 101,7 FM – музыка, новости, ток-шоу. Эти частоты – долгожители Приморского эфира. Из их студий вышло немало известных людей. Без радио я себя не ощущаю и не представляю. Вообще радио для меня – это семья, поэтому своим коллегам, конечно же, в первую очередь, как уже сейчас положено, да и вообще желаю здоровья. Здоровья во всем – и в личном, и в работе. А сотрудники радио «Ви-Би-Си» сегодня отмечают сразу два праздника – профессиональный и день рождения радиостанции. На самом деле официальная дата начала вещания – 1 января 1993 года. Но отмечать важное событие в этот день – задача непростая, поэтому у коллектива появилась традиция праздновать два в одном. В этом году мы придумали историю под названием «Радио-марафон. Время первых, время лучших». Объясню, почему такое скромное название. Потому что радио «Ви-Би-Си», если кто не в курсе, первая коммерческая радиостанция в Примории, довольно успешная. И людей мы пригласили, которые в чем-то первые, в чем-то лучшие. Если вы еще до сих пор не включились, то обязательно прямо сейчас настраивайтесь на 101,7. У нас еще много всего интересного впереди. Это и события, и люди, и какие-то исторические моменты, касаемые вообще радио как такового. Радиостанции «Лемма» и «Ви-Би-Си» получают признание не только слушателей, но и коллег по цеху. В прошлом году утреннее шоу «Леммы» признали лучшим ток-шоу в России. И этой весной призовое третье место на региональном этапе «Вместе медиа» заняли коллеги из вечернего эфира. А сестренки шоу и ведущий авторского проекта Дмитрий Шакин на «Ви-Би-Си» стали лучшими в своем деле на Дальнем Востоке. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.